Вы смотрите новости на шестом канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Один человек погиб, 19 получили травмы, среди них двое несовершеннолетних. Такова печальная статистика ДТП на дорогах области за эти выходные. Самой распространенной причиной аварии стал выезд на встречную полосу. Из-за этого на территории региона произошло 6 ДТП. ГИБДД рекомендует быть осторожнее на дорогах, выбирать скорость движения, учитывая погодные условия. Самая серьезная авария этих выходных случилась на автодороге Владимир-Гузхрустальный Тума. На 33-м километре трассы 13 января в 7.15 водитель 72-го года рождения, управляя Маздой 6, вылетел на встречку. В авто находилось в строе пассажиров. На встречке машина врезалась в автомобиль Мазда 2. За рулем был водитель 64-го года рождения. От столкновения автомобиля покорежило так, что выбираться из машин пострадавшим пришлось с помощью спасателей. В результате происшествия оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Кроме этого, травмы несовместимой жизни получил пассажир автомашины Мазда 6, женщина 1974 года рождения. Также еще два пассажира, находящиеся в салоне автомашины Мазда 6, 1999 и 1998 годов рождения, будут проходить амбулаторное лечение. Держит страхи целый микрорайон города. Речь идет о стае бродячих собак. Она поселилась в Добром. Люди рассказывают о нападениях. Есть уже первые жертвы. И если взрослым пока удается отбиваться, то за жизнь, здоровье детей родители боятся всерьез. С одним из пострадавших, которому после встречи со сворой собак в Добром наложили аж 20 швов, пообщался Алексей Домнин. Максим с содроганием вспоминает день, когда на него напала свора бродячих собак. Случилось это в Добром, в районе остановки театра «Разгуляй». Раньше молодой человек видел подобные сцены только в фильмах ужасов, когда животные нападают на человека. И никогда не думал, что сам станет главным действующим лицом этой мизансцены в реальной жизни. Сейчас Максим в больнице. Я, естественно, начинаю уже бежать. Побежал, они за мной, повалили меня. Начали за ахил кусать. Кусали, повалили. Все, начали грызть. Руки, ноги. Ну, вот так вот. Как бы я с вёдочкой лежал, и меня грызут со всех сторон. Врачи наложили мужчине более 20 швов. В больнице Максим провёл несколько недель. В бинтах до сих пор руки, ноги, спина. По его словам, всё могло бы закончиться гораздо хуже, если бы не случай. Максим спас проезжающий мимо автомобилист, который испугнул местных церберов. 742 человека обратилось за 2018 год к нам, укушенные не только собаками, а любыми животными. В нашем учреждении работает круглосуточный антитерабический кабинет. Мы оказываем антитерабическую помощь всем, кто обращается сюда. Из больницы мы отправились на поиски собак. Наша остановка в районе театра «Разгуляй». Сейчас днём эта часть улицы Добросельской кажется тихой и безопасной. Но всё меняется с заходом солнца. Очевидцы говорят, что ночью эти территории превращаются в аномальные зоны. И здесь речь идёт вовсе не о потусторонних силах. Каждый человек, который живёт в районе остановок театра «Разгуляй» и «Сунгирь», может стать жертвой бродячих собак. Жительница дома на Добросельской Марии рассказывает, что по вечерам ей с братом приходится встречать маму с работы. Семья опасается, что из-за местных свор собак женщина может не добраться до дома. Я неоднократно являлась свидетелем того, как люди, идущие со стороны остановки «Сунгирь», подвергались нападению стаи собак в количестве где-то 7-10 штук. Люди пытались скрыться во дворах жилых домов, отбивались сумками и бежали с криками «Помогите». Также видела, что собаки нападают на проезжающие машины. Видел в интернете, в новостях, что действительно человека покусали в районе остановки Егорова, и что он получил очень значительные увечья, и что сейчас находится в больнице. В одной из социальных сетей нам удалось найти видео, где стая бродячих собак разгуливает прямо по проезжей части, окружив автомобиль. Судя по описанию к видео, всё происходило в районе остановки «Сунгирь». Если в подобной ситуации оказывается взрослый, спасти есть шанс. Хотя, как показывает пример нашего героя Максима, не без посторонней помощи. Но ведь в этом спальном районе очень много детей, и каждый день они ходят в школу, и некоторых из них не провожают родители и бабушки. Получается, жизнь каждого школьника в этом микрорайоне в опасности. Особенно, если речь идёт о детях, которые учатся во вторую смену и возвращаются домой в темноте. Как раз, когда свора выходит на охоту. Собаки немаленькие, крупные. То есть, если человек втроём нападут, то запросто завалить могут. Целая стаи собак, количество, наверное, 10 штук, бежали за машиной. Очень страшно. Надо их как-то, наверное, отлавливать. В нашем городе отлов бродячих собак контролирует администрация. Чиновники заключают контракт с организацией по отлову потенциально опасных животных. Как же работает этот механизм? Этот вопрос мы адресовали ответственным лицам. По словам чиновников, в данный момент ведётся открытый аукцион на заключение муниципального контракта по отлову и содержанию бездомных животных. Но это вовсе не значит, что до момента заключения контракта, то есть в течение первых недель января, никто этой темой не занимается. Заключён управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира временный контракт с компанией ООО «Амест» на производство соответствующих работ. Поэтому вы можете обращаться по телефону 46-42-40, а это диспетчерская этой компании. При этом представители администрации города уточнили, что сотрудники этой организации обязаны в течение суток отреагировать на вызов и произвести необходимые работы по отлову. Также, по словам чиновников, граждане могут обратиться в управление ЖКХ администрации города Владимира по телефону 33-27-77. А мы, в свою очередь, просим специалистов по отлову бродячих животных разобраться со сворой бездомных собак, которые держат страхи целый микрорайон города. Алексей Домнин, Егор Хребко, 6 канал. Во Владимире болеют корью. Пока острое инфекционное заболевание официально подтвердилось у троих. Это жители областного центра и села Сновица Суздальского района. Но медики и сотрудники регионального Роспотребнадзора не исключают, что заболевших будет больше. Инкубационный период заболевания около двух недель. А первые признаки напоминают простуду и грипп. Поэтому все, кто контактировал с больными, пока находятся в зоне риска. В каких случаях можно заболеть, как обезопасить себя и близких и что делать, если у вас все же корь, разбиралась Маргарита Махрова. Трое детей заболели корью у Владимири в поселке Сновица Суздальского района. Такую официальную статистику приводит региональный Роспотребнадзор. Сейчас ограничительные меры введены в двух образовательных учреждениях. В Владимирской школе номер 22 и по приказу директора школы в Сновицах. Там усилили меры дезинфекции помещений и временно ограничили прием новичков, которые раньше не болели корью и не прививались. Предположительно, что первый случай у нас привозной из ближнего зарубежья. В частности, это Азербайджанская республика. Территория Владимирской области довольно долго была благоприятной по заболеванию кори. У нас много лет не фиксировалось вообще заболеваний. Однако весну прошлого года мы имели вспышку кори, к сожалению. В прошлом году в марте официальную корью переболели 15 человек. Большинство – дети. К счастью, массового распространения заболеваний удалось избежать. Передается корь воздушно-капельным путем и очень заразна. Если не прививался и не болел раньше, шанс заразиться почти стопроцентный. Начальные симптомы кори легко спутать с простудой или гриппом. В первые несколько дней у человека повышается температура, начинает болеть горло, появляется кашель, слезятся глаза. Затем начинаются характерные красные высыпания на теле – с головы до ног. Чтобы больной перестал быть заразным, с момента появления сыпи должно пройти не менее пяти дней. Инкубационный период у кори длинный – от 9 до 21 дня. По самым последним данным, только в одной из владимирских семей переболели сразу 4 человека. На данный момент у меня болеет младшая дочь. Старшая дочка и сын уже вылечились. Но пока она карантин дома остается. Им надо последний анализ дать. И я болею. Но в принципе уже вылечилась, хорошо себя чувствует, уже остались анализы. Все дети в семье, кроме младшей дочки, были привиты. А Татьяна болела курью в детстве. И болезнь прошла быстро. Сейчас к семье еженневно приходит педиатр. А специалисты проверяют список контактировавших лиц. Врачи поясняют, случаи заболевания после прививки возможны. Тогда корь протекает в облегченной форме и осложнения маловероятны. Вакцина же по-прежнему остается, пожалуй, единственным способом – не заразиться корью или легче перенести заболевание. Даже если есть очаг кори, кто-то в семье заболел корью, то в течение 72 часов мы можем привить остальных членов семьи, дабы чтобы они не заболели корью. Выходить на улицу можно. Изолируется только больной корью. Будь то взрослый или ребенок. Он остается дома, вызывается врач и назначается терапией. Не все с корью госпитализируются в стационар. То есть мы чаще наблюдали легкие и средне-тяжелые формы, которые могут лечиться дома. К слову, основная причина возвращения кори в регион – большое количество отказов от вакцинации. Хотя прививками стараются охватить большинство населения. Свои лично не помню уже прививки. Детям прививались. Детям, конечно, прививали по времени. По календарю. Ну вот по календарю прививали. Да, да, да. Как вы вообще считаете, нужно прививаться? Конечно, нужно. А почему? Ну, иммунитет, чтобы вырабатывался. Вы лично прививались от кори? Конечно. А когда? Вот в детстве? Ну, в детстве я не помню. А вообще считаете, нужно прививаться, не нужно? Я считаю, что надо обязательно. Все привиты, все прививки, как положено. Главная причина отказа от вакцинации, по словам специалистов, – религиозное убеждение или кочевой образ жизни. По правилам детей нужно прививать дважды – в 12 месяцев и в 6 лет, если нет медицинских противопоказаний. Взрослые, которые прививались всего раз, в детстве тоже нуждаются в ревакцинации. А если не помнишь, болел корью или нет, можно сдать анализ крови на наличие антител к заболеванию. К слову, напряженная ситуация с корью сейчас во многих странах мира, особенно в Украине, Греции, Сербии и Грузии. Поэтому люди, которые планируют поездки туда, должны сделать прививку не менее чем за две недели. Пройти вакцинацию все желающие могут в медучреждениях по месту жительства. Баргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал. Струнинский скандал разгорелся с новой силы. Региональных и федеральных СМИ обсуждают речь в РИО первого зама губернатора Марина Чекуновой. 11 января чиновница провела рабочую встречу с медперсоналом печально известной Струнинской больницы. Кроме в РИО первого вице-губернатора по социальной политике, обсудить проблемы медицины в Александровский район приехал новый начальник областного департамента здравоохранения. Обсуждали на рабочей встрече с медперсоналом будущие корпуса поликлиники, которые находятся в плачевном состоянии. Внимание некоторых журналистов привлекла речь в РИО первого зама губернатора о том, что требовать улучшения в работе заведения нужно не только от властей, но и от врачей. Надо посмотреть еще и на себя. Занавесочки на окнах, как они висят, какой чистоты они, когда мылись окна в последний раз, как моются полы, есть ли бахилы. Если нужны бесплатные бахилы, давайте мы обеспечим вам бесплатные бахилы. Я не могу говорить. А о чем? Да, когда уже есть возможность прийти, чтобы обслужить, все будет нормально. Но вы сделаете тогда ремонт, поставьте, и будет нам жутко. Сынно будет повесить грязные занавески, если у нас не будет такого вставка. Я согласна. В настоящий момент проходит обследование этого здания. Ну, вот это проходит, и будем говорить после этого обследования. В пресс-службе Белого дома отвечают, что встреча с медперсоналом проходила в рамках диалога, а не на повышенных тонах. Наводить порядок в больнице Чекунова вызвалась сама. На 19 января в Струнино запланирован субботник с участием в РИО первого заму губернатора и директора департамента здравоохранения. А что касается ремонта корпуса взрослой поликлиники, для него сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию. В 19-м году на ремонт больничного городка в Струнино уже выделили 25 миллионов рублей. Другой важной темой встречи стал дефицит медицинских кадров. Чекунова заявила, что только на днях узнала, что в области есть медколледж, и в нем в большей степени обучаются не владимирские студенты, а жители других регионов. В РИО первого заму губернатора обещала разобраться в этой ситуации. Понимаете, вот вы обращаетесь ко мне таким образом, что как бы я золотая рыбка, я должна сделать вам все. Ну и власть. Мы должны вместе работать. Именно поэтому я говорю о том, что мы должны работать вместе. Поэтому на сегодняшний день вот эта ситуация со средним медицинским персоналом, она тоже входит в зону нашего внимания, жесткого контроля. Дополнительный квиток, но плата прежняя. Владимир Водоканал объявил об окончании договора с Единым информационным расчетным центром. С 1 января текущего года ресурсоснабжающая организация без привлечения ООО «ЕРИЦ» будет самостоятельно начислять, формировать и печатать квитанции за услуги водоснабжения и водоотведения. Если раньше жителям города приходила одна платежка, в которой начислялась плата за капремонт, а также за водоснабжение, то теперь Владимир Водоканал будет присылать свою собственную квитанцию с указанием платы за свои услуги. При этом стоимость услуг не изменится. Сбор платежей по выставленным документам будет производиться через отделение Сбербанка, Минбанка, ВТБ-24, Почту России, а также через кассу Владимир Водоканал. Она расположена по адресу город Владимир, улица Горького, дом 95. Оплатить квитанцию нужно будет до 10 числа следующего месяца. Мы допускаем, что возможно будут какие-то приходить ошибки, ошибочные квитанции, во-первых, по начислению, допустим, сколько проживает население, по показаниям приборов учета, но опасаться ничего не стоит. Можно сообщить по нашим многоканальным телефонам или просто обратиться через электронную почту и рассказать свои показания. За молодежь Владимирской области теперь будет отвечать Александр Кожевников. Он назначен председателем Комитета по молодежной политике областной администрации. Распоряжение об этом подписал губернатор Сипягин. Из плюсов. Кожевников местный, родился во Владимире и по возрасту еще относится к молодежи. Он 90-го года рождения. Выучился на юриста. До армии успел поработать в отделе аналитики юривпольского мясокомбината и правовым инспектором труда в областном объединении профсоюзов. После службы в вооруженных силах работал юрисконсультом предприятия охраны, которое сначала подчинялось полиции, а теперь Росгвардии. Последнее место работы Кожевникова департамент по труду и занятости администрации Владимирской области. В комитет по молодежной политике Кожевников пришел на место Алисы Абрамовой, которая явно симпатизировала Светлане Орловой. Как только та проиграла на выборах, Абрамова написала заявление на увольнение. Контракт с ней был расторгнут еще при прежнем губернаторе. Далее коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. В Коврове на пожаре спасли из огня женщину-инвалида. ЧП произошло 14 января. В 12.40 в службу спасения позвонили взволнованные прохожие и сообщили, что из квартиры жилого дома по улице Комсомольской на 9 этаже идет дым. Пожарные выехали на место незамедлительное. К их приезду на балконе квартиры уже башевало открытое пламя. Соседи сообщили, что внутри находится женщина-инвалид, которой не удалось покинуть квартиру. Огнеборцы вскрыли жилище, быстро нашли пострадавшую, вынесли из огня и передали врачам. В это время пламя уже перекинулось на балкон соседней квартиры. Пожарным удалось справиться с огнем, не дав ему распространиться по всей площади квартиры. В результате общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Катались с горки, попали в больницу. В новогодние праздники десяткам маленьких муромлян понадобилась помощь медиков после катания на ватрушках. Об этом сообщает телеканал «Муромский меридиан». Так 11-летний житель округа получил закрытую черпно-мозговую травму, врезавшись в дерево. По информации наших коллег, данный склон не был оборудован для катания. Всего в праздничные дни в Муромскую детскую больницу поступил 71 ребенок. Большинство из них привезли в медучреждение после неудачного катания на ватрушках. Должны за газ более полутора миллиардов рублей. Именно такую сумму не заплатили 30 теплоснабжающих организация региона поставщику природного ресурса. Лидерами по объему долга являются предприятия Александровского, Кольчугинского, Петушинского районов и Украга Муром. В компании «Газпром» межрегион «Газвладимир», который снабжает должников голубым топливом, обещает применить к неплательщикам самые жесткие меры. А вот претензии по долгам дочка «Газпрома» предъявляет администрации региона. По словам газовиков, именно областные чиновники должны были погасить задолженность тепловиков в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве. Сменил место службы главный полицейский города Сергей Камышев, переехал в соседний регион. Указом президента, экс-руководителя Владимирской полиции назначен на должность начальника полиции ГУ МВД России по Нижегородской области. Камышев возглавлял Владимирских стражей порядка в течение трех лет. Имя нового главного полицейского города Владимира пока не разглашается. Стал чемпионом страны. Ковровский бильярдист Антон Виноградов признан лучшим на первенстве России по комбинированной пирамиде. Турнир проходил в Казани в начале января. Принимали в нем участие юноши до 16 лет. Гражданская активность. Премию под таким названием сегодня впервые вручали во Владимире. Ее обладателями стали активисты некоммерческих организаций. Всего их у нас около 170, но выбрали 17, которые в прошлом году работали всех активнее. В будущем руководство города обещает не только премии, но и увеличение грантов для НКО. Тему продолжат мои коллеги. На выставке в ДКМ игрушки, поделки из бисера, картины покрывала. Все эти вещи сделали активистки некоммерческих организаций города Владимира. На столе организации покров семьи куклы, сделанные своим руками и брошюры о важности материнства. Активисты этого объединения помогают в покрове матерям-одиночкам и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Во Владимир приехали, чтобы рассказать о себе и показать свое творчество. Мы работаем в направлении получения грантов, потому что движение как бы ширится, активность переходит на новый уровень и мы очень надеемся, что у нас в этом году получится в городе Владимире открыть центр защиты материнства с гуманитарным складом, с поддержкой многодетных мамочек и финансовой поддержкой. Сегодня в ДКМ собрались некоммерческие организации города. Вручение премии «Гражданская активность» проходит впервые. Из всех некоммерческих организаций Владимира, а их около 170, было выбрано 17. Эти организации в течение 2018 года помогали Владимирцам в разных сферах жизни. Появилась такая идея, назвать такое мероприятие «Гражданская активность», показать, что действительно активность, она доброта и активность, они сейчас очень нужны в нашем мире и поощрить самых активных. Одним из победителей стала организация «Родители детей-инвалидов свет». За прошедший год активисты участвовали во многих городских программах. Это и День города, и День физкультурника, а также участвовали в мероприятиях, посвященных Дню инвалида. Главные заслуги организации – они помогают адаптироваться людям с инвалидностью в современном мире. Многие программы работают в партнерстве с администрацией города, с учреждениями администрации города. И сейчас мы выиграли президентский грант на то, чтобы тиражировать наш опыт на Байкал, Забайкалье, Хабаровский край. Администрация города поддерживает некоммерческие организации тем, что помогает оформить различные документы и помогает привлечь участников. Также глава города Ольга Деева пообещала, что в 2019 году гранты для НКО увеличатся. Никита Коргаев, Екатерина Корнилова, Дмитрий Журавлев, Шестой канал. Восьмой по счету. Владимирцы в этом году не изменили традиции. На Старый Новый год вышли на забег Дедов Морозов. Наряжаться можно было и снегурочками. Впрочем, чтобы поучаствовать в соревнованиях, достаточно было лишь одной детали сказочного облачения. Например, бороды или шапочки. Кто оказался самым быстрым Дедом Морозом на этот раз и чем отличается нынешний забег от предыдущих, узнал Александр Инин. Перед стартом обязательная разминка в виде спортивных игр, чтобы разогреть мышцы и поднять настроение. В частности, популярная в народе забава – перетягивание каната. Из новшеств – шапочки Деда Мороза, больше похожие на колпаки Санта-Клауса от организаторов забега. Раньше нужно было приходить со своими, теперь первым, кто придет на регистрацию, дадут не только номер участника забега. Мы первым трехста участникам обязательно выдаем шапочки, у кого их нету. Когда видим, что на регистрацию пришел человек в шапочке, соответственно, он получает просто номер. Андрей Витальевич на забег пришел в первый раз вместе с внучкой. Говорит, все лучше, чем сидеть дома. Сегодня день свободный, дачи нет, ничего нет, чтобы время занять людей, посмотреть, себя показать. Что еще? Молодая супружеская пара Никоноровых. Вместе четыре года, но на мероприятия почти не ходили. Этот забег один из основательных выходов люди, да еще и в таких презентабельных костюмах. Как будто супруга трудилась над ними не одну неделю. Но Юля не только одна из самых красивых снегурочек, но еще и самая честная. Нам подготовиться было очень просто. Мы семейная пара, и мы педагоги. И мы работаем в детском саду. И мы попросили у своих коллег на данное мероприятие костюмы. На Большой Московской тем временем последнее приготовление. Проезжую часть расчистили до асфальта и посыпали песочком. Ровно в полдень дается старт. Забег чисто символический. Ни от кого спортивных рекордов не требуют. И справки о здоровье не спрашивают. Заколола в боку? Переходи на шаг. Можешь вообще сойти с дистанции. Потому что главное не победа, а участие. Бегу я первый раз. Очень понравилось. Просто захотелось тут пробежать. По традиции первыми приходят не любители, а профессионалы. Несколько забегов подряд к победе упорно шел Артем Барков. И в прошлом году своего добился. В 2019-м самым быстрым Дедом Морозом оказался Никита Васильев. 12 лет занимается спортивным ориентированием. Дистанцию в 600 метров пробежал на одном дыхании за одну минуту 33 секунды. Бежал первый раз и сразу победил. Мог бы участвовать и в предыдущих забегах. Но... Я просто как-то думал, что это все тут несерьезно. Мало народу. А тут почитал, что 2000 человек. Думаю, надо приехать пробежаться. 2000 – это в прошлый год. Забег Дедов Морозов становится все популярнее. И на восьмую по счету вышло уже больше трех тысяч участников. Это традиционный такой забег уже стал. И особенность его в том, что все с удовольствием и хорошо принимают в нем участие. Мне сейчас подсказали, что регистрировались даже участники из Донецка, из других городов, кто пришел. Но ведь самое главное, что в этом забеге? Что люди вышли, что они пробежали, создали себе хорошее настроение. И с таким же настроением проведут, я надеюсь, весь новый 2019 год. Самой быстрой снегурочкой в этом году стала Анна Зеленова. По традиции отметили также самого старшего участника забега, самого юного, самые нарядные костюмы. И семьи, которые вышли на старт в полном составе. Бытовую технику, как на прошлых забегах, победителям не дарили. Организаторы рассудили. Раз мероприятие спортивное, то и призы должны быть соответствующими. Спорт-инвентарь, спортивное питание, абонемент, фитнес-клуб. Александр Инин, Егор Хребко, 6 канал. Это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Прямо сейчас еще немного полезной информации и прогноз погоды. Ну а я обращаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Сегодня ночью у Владимира будет малооблачно и без осадков. Столбики термометров покажут минус 11, минус 13 градусов. По прогнозам синоптиков, завтра будет пасмурно, днем выпадет снег. Температура воздуха составит 12-14 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха составит 82%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова